Также может вам пригодиться в работе, общении и поездках. В школе английского языка Sky End вы занимаетесь по скайпу с личным преподавателем и сами выбираете удобный график. Молодец, просто гений, конечно. Занятие английским проходит в рамках удобной платформы, которая фиксирует ваши успехи и способствует комфортному обучению. Также в ней предусмотрены домашние задания и есть все обучающие материалы. Широкий выбор квалифицированных преподавателей, оплата любым удобным способом и множество других преимуществ. Sky End – онлайн-школа английского языка нового поколения. Все, и на этом надо было закончить, сказать, когда вы выучите английский, вы сможете понять ту таблицу, которую я скинул, и все. Будет круто. Итак, упрощенная схема научного метода. В чем она состоит? Шесть шагов или шесть секторов? Первый сектор – наблюдение. Окей, но это не является чисто научным сектором. По сути, ну, это общий сектор для всех. Религии наблюдают, представители мифологических направлений наблюдают. И так далее, так далее, так далее. То есть здесь нет ничего от науки, собственно. Это и философии принадлежит религии всему. Вы наблюдаете то, что требует объяснения. Второй сектор – это вопрос. Что является... Тоже не является научным. Это еще уровень философии, религии, мифологии. Это не научно еще все. ...причиной наблюдаемого явления. Третий сектор – вы формируете проверяемую и потенциально опровержимую гипотезу. Проверяемую и потенциально опровержимую гипотезу, да, тогда будет научно. Другой вопрос. А почему непроверяемые или неопровержимые гипотезы являются ложными? Непонятно, конечно, и почему тогда наука доминирует над ними? Тоже, на мой взгляд, непонятно. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. В целом. Которые отвечают... Да, астрологи тоже вполне себе наблюдают и вопросы ставят. То есть, ну, это еще не наука, как бы. В этом нет ничего индивидуально научного. Эти методы были задолго до науки. С гипотезой сформулировано правильно, но вот видите, оценочные понятия, мол, ну, не дают, короче, человеку освободиться от догмы науки. Он думает, что если гипотеза потенциально проверяемая и потенциально опровержима, то значит все круто. Но у нас нет никаких оснований, чтобы так считать. Ну, это просто как бы мечты ученых, вот да. Наш великий идеалистический принцип, он наконец-то заработал, или это он должен работать, а остальные принципы, они автоматически не работают. Хорошо. Ну, скорее про опровержение речь идет в данном случае. Просто проблема заключается в том, что верификационные показатели, они накапливаются скорее вот на стадии наблюдения. То есть верификация происходит вот здесь вот. Фальсифицируемость должна проверяться вот на этом этапе. То есть эксперимент. Можем ли мы опровернуть то, что мы сказали? Смогли опровернуть? Плохо. Теогипотеза не работает, ищем дальше. Не смогли? Ищем другой эксперимент, который может опровернуть гипотезу. И так до бесконечности. Или дополнительные наблюдения, согласно которым гипотеза подтвердится или не подтвердится. Сектор 5. Гипотеза не подтвердилась. Глубокий вдох. И вернитесь в сектор 2. Возможно, вам нужна новая гипотеза. Да, либо можем просто переформулировать гипотезу бесконечное множество раз, и ничего не меняется. Мы можем переформулировать гипотезу ровно столько раз, чтобы в итоге вот на этом эксперименте, вот на этом эксперименте, она давала нужные данные. Упс. Да. Интересно, интересно, интересно. И такое, кстати, проводится довольно часто. Гипотеза подтвердилась. Эксперимент подтвердил вашу гипотезу? Поздравляю. Это сектор 6. Сектор приз на барабане. Но будь... Лидин идиот, короче. Прошу прощения, но лидин дебил. Следуем дальше. Эксперимент. Это эксперимент-фальсификатор. В данном случае мы не подтверждаем теорию, мы ее пытаемся опровергнуть. Если теория, если эксперимент, в общем-то, не опровергнул гипотезу, это не значит, что он ее доказал. Лидин идиот. Он не понимает, как, блядь, работает научный метод. Это пиздец только что был. Да, тяжело. Очень тяжело. Если гипотеза согласно эксперименту, в общем-то, не опровергнута была, да, не была опровергнута. Если гипотеза не была опровергнута, мы продолжаем проверять ее дальше до бесконечности. И чем больше опровержений она выдерживает, тем эта теория считается более надежной. Вот этой вот хуйни с гипотезой верна, это как... что? За хуета вообще здесь находится, чувак. Да как вообще одним экспериментом опровергающим можно подтвердить гипотезу, ты идиотный. Тут и представь себе, насколько это, ну, фантастически тупо. Ну вы представьте себе, вот мы астрологи, астрологи, да. Мы там говорим, допустим, я сейчас шутку приведу, как вот Лидин думает про астрологию, да. Если стрелец у нас непосредственно в Альдебаране находится, хуй в банане и, не знаю, сердце в марихуане одновременно, да, то у Васи Петрова там, не знаю, сердце взорвется нахуй. И вдруг у Васи Петрова действительно сердце в этом месяце взрывается. Че, все, значит, гипотеза подтверждена. Понимаете? Все, гипотеза астрологии верная. Это нихуя не совпадение, это верная гипотеза была. Эксперимент, блять, провели, мы молодцы. Пиздец, блять, какая хуета, какая же хуета это все. Вот сейчас, вот наука так, видимо, должна работать, по его мнению, понимаете? То есть я смог только что доказать астрологию, нам просто нужно найти такой опыт, в рамках которого все у нас работает. Юный подаван, тернист и опасен путь к научному знанию. Всегда есть опасность крутить этот барабан неправильно. Помните, что личный опыт может быть заражен ошибкой... Блять, я думал, он сейчас скажет, что это хуйня и это антинаука. Понимаете? У меня была легкая, легкая толика надежды на то, что он скажет, что вот он сейчас привел пример антинауки, а не науки. Сука! Пиздец, блять. Это фантастически, это реально фантастически, ребят. Восприятие или недостатком знаний. Также иногда люди выдают желаемое за действительное, а иногда совершают логику. А иногда некоторые долбоебы не понимают, как работает фальсификация, и поэтому трактуют ее неправильно, и поэтому у них гипотеза оказывается, блять, верна неожиданно. Верна, блять! Пф, блять, ну это просто взрыв мозга. Гипотеза верна. Ебать. Не, ну, поздравляю, у вас еще один идиот, короче, есть в интернете высшем, который не знает, как наука работает. Это просто браво. Ну, это серьезно, это браво. ...этинические ошибки, и все это зачастую приводит к неверным выводам, подпитывая заблуждения и лженаучные идеи. А иногда это приводит в ад. Не хочется плакать, не хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Не надо так. Не будь как лжеученый, поэтому крутим барабан правильно, чтобы закрепить материал, а заодно избавиться от чепухи. Блять, чувак не знает, как критерий Попера работает, все настолько плохо, как бы, понимаете? Если, понимаете, даже вот если речь идет про очень хорошую, растиражированную, клевую теорию, как теория эволюции, которая, в принципе, очень много раз пыталась, ее пытались опровергнуть, много опровержений было. Ни одно опровержение должно быть, понимаете? Ни один нормальный ученый после одного опровергающего опыта, который вдруг ее подтвердил, он не скажет, все, теория эволюции истина. Да вы знаете, там какое мозгоебство будет на несколько десятилетий? Несколько десятилетий будут вот эту вот теорию эволюции вот так вот наяривать, будут ее вот так вот проверять без остановки, пока не надоест, понимаете? Насколько это жестко, ну, блядь, ну, это ж блин! Ссылку в длина, риторика и напоминает одного паука, да. Пиздец. Это я, спасибо большое, Максим, я более серьезно к науке отношусь, чем вот этот чувак. Для этого чувака наука это просто, знаете, детский комикс на 6 пунктов, довольно глупых и бессмысленных, которые на самом деле ничего вообще не значат и к науке имеют довольно косвенное отношение. То есть я отношусь к науке с абсолютным уважением в этом смысле, я ее метод расписываю, ну, более-менее подробно, ну, потому что уже на этапе эксперимента эксперимент повторяется очень и очень много в разных вариациях, в разных возможных опровержениях. Например, есть такая концепция, как отрицание ВИЧ. Ее сторонники утверждают, что ВИЧ – это мистификация, а сам вирус якобы никто не выделял и не фотографировал с помощью электронного микроскопа. Мы в первом секторе. Никто никогда в мире вирус не видел. Его никто никогда в мире не выделил. Крутим на второй и задаем вопрос. Правда или нет? Шаг третий, а затем четвертый. Гипотеза. Фотографий не существует и тут же проверяем в гугле. Проблема... А, охуенная наука, тут же проверяем в гугле. Заебись, супер просто. Молодец, гений, блядь. Просто гений. Мастер, короче, науки. Я в шоке просто. Шикарно. Научный метод просто берем, вбиваем в гугле. Фотографии ВИЧ. По первой же ссылке находим кучу фотографий, включая самые первые еще 30-летние данные. А вдруг эти, это все фотошоп, чувак. А? А, блядь. С указанием ссылок на научные публикации по выделению ВИЧ. Можно даже их открыть и почитать. Вывод. Гипотеза не подтвердилась, так как противоречит имеющимся данным. Так... Короче, да, давайте тогда в таком случае проследуем непосредственно по этому самому же кругу. Давайте. Делаем гипотезу. Астрология. Астрология работает. Астрология работает. Да, ставим вопрос. А действительно ли она работает? Проводим эксперимент так же, как это сделал наш, короче, товарищ Лидин. Давайте попробуем сделать эксперимент точно так же. Работает ли астрология? Вот, сейчас работает ли астрология? Так, как работает астрология? работает астрология. Личные примеры нас очень сильно интересуют в данном случае. Почему бы и нет, да? Сейчас, где девушки расскажут о том, как работает астрология? Мне просто интересно. На что живут астрологи? А, что-то, видите, ничего нет. Работает так, астрология, личные примеры. Во, 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 вот так вот лучше сформулировать. Астрология личной жизни, ее показать. Астрология отзывы лучше даже. Астрология отзывы, отзывы. Вот, проверка сейчас будет. Астрология онлайн, отзывы покупателей. Смотрите. Смотрите, мы просто берем и проверяем, опять же. Не-не-не-не-не, мы проверяем непосредственно. Вот наш опыт. Индивидуаль. Сейчас, сейчас найдем, где там девушки пишут о том, как у них хорошо работает астрология. Как говорил мой астролог, популярный, помимо скептиков, которые там что-то презирают астрологию, там, да-да-да-да-да, что пробовала я, посмотрела натальную карту, посмотрела профессии, я такая молодец. Можно посмотреть прогноз на год. Так вот, всем, кто любит астрологию и всем, что с ней связано, горячо рекомендую. Натальная карта порадовала особенно. Очень четко все написано, заебись. Опыт удался, видите, у женщины. Вот женщина говорит, что опыт удался. Ну что же, получается, мы провели эксперимент в данном случае. Гипотеза не опровергнута. Мы провели эксперимент точно так же, как Лидин это сделал. Понимаете? Стоп, Дарк Сибири! В смысле, источник не отвечает критериям научности. А фоточки из интернета отвечают критериям научности. Снежный человек. Снежный человек. Картинки. Блядь, снежный человек! Пиздец! Я нашел снежного человека! Научно объяснено, блядь. Научно понятно. Хуйня полная. Во-первых, давайте я вам объясню, как работает наука и с чем она работает. Потому что то, что мы сейчас видим, это полный пиздец. Да, Иисус Христос, фото и так далее. Берем барабан, опять же. Гипотеза может ставиться только по определенным вопросам. То есть, то, как Лидин это преподносит, это полная чепуха. Во-первых, потому что у него очень упрощенная система здесь, это раз. Во-вторых, он не понимает, как ставятся научные гипотезы и теории. Какие гипотезы и теории могут быть названы подлинно научными. По Лидину непосредственно, по Лидину непосредственно, гипотезой может быть абсолютно любое утверждение. Я там, не знаю, я пошел, я не знаю, что угодно сделал, жопу там потер и все. Это научно-типо проверяемо. На самом деле нет. Гипотеза это именно такое утверждение, которое выходит за рамки нашего опыта повседневного. Это то утверждение, которое проверить вот так одним щелчком нельзя, невозможно. Гипотеза и теория, соответственно, она касается какой-то обширной зоны пространства, непосредственно. Какая-то обширная территория интеллектуальная. Подтвердить или опровергнуть которую не представляется возможным. Иначе, иначе эксперимент с фальсифицируемостью просто невозможен и бессмысленен. Иначе следующий критерий, вот эксперимент и фальсифицируемость просто не нужны. Их не должно быть, они нахуй здесь не пригодятся нам. И соответственно, когда речь идет о настоящей научной теории или настоящей научной гипотезе, гипотезе невозможно полное опровержение и невозможно полное ее подтверждение. То есть, почему невозможно полное опровержение? Потому что мы можем переформулировать гипотезу или теорию таким образом, чтобы она в итоге прошла через этот эксперимент. Пройдет ли она через следующий? Может быть, не исключено. Даже теория эволюции проходила через такие изменения. Понимаете, в чем дело? Даже теория эволюции прошла через изменения. Если бы ее отвергли на каком-нибудь эксперименте, вот сказали, ну нет, не меняется, короче, не меняется. Что-нибудь там, что-то там не движется, так как предсказывает теория эволюции Дарвина. И все как бы, все опровергнуто. Никакой теории эволюции Дарвина нет. Вообще, сам переход от теории эволюции Дарвина к синтетической теории эволюции, он вообще должен означать, что теория эволюции была опровергнута. Вынимаете, насколько это интересно? Оказывается, не дополнена, а опровергнута. Значит, ученый, настоящий ученый, должен был бы от нее отказаться изначально, когда она была опровергнута. Если бы... То есть, ее не нужно было бы дополнять ни в коем случае. А смысл дополнять уже верную теорию или неверную? Шадов, поясни разницу между гипотезой и теорией. Содержательная разница просто в том, что гипотеза это, ну, такое вот утверждение, которое базируется на наблюдениях, но предсказывает то, чего мы там не можем знать или увидеть, и потом мы начинаем проводить по поводу гипотезы, эксперименты. Гипотеза это некая догадка, на самом деле, но... Которая еще не сформулирована с достаточной степенью ясности и точности. Гипотеза это уже такая система, которая сформулирована в системе, в большой такой вот, в общем-то, структуре. Во-первых, есть системность, есть непротиворечивость внутри теории, обязательно есть непротиворечивость. Теория включает в себя некоторые элементы. Некоторые элементы просчитаны математически, некоторые элементы, ну, в общем-то, представляют собой некоторые утверждения. И мы смотрим... Теория это более полновесная, в общем-то, система. И вообще-то проверяют обычно не гипотезы, а теории. гипотеза она должна сначала одну под действием различных наблюдений по действием различных таких небольших опытов уже постепенно прийти к состоянию теории чтобы это была большая непротиворечивая четкая система в которой ну вот все зависит друг от друга и все хорошо и все четко все логично на самом деле я удивляюсь туда чувак даже про теорию еще не говорится аутизм но неверно делать из этого далеко идущий вывод ведь нужно учитывать иные возможные факторы такие как окружающая среда проблемы с диетой наследственность генетические мутации или более точный уровень диагностики способствующий тому что аутизм теперь выявляется чаще и быстрее чем раньше это не относится к науке вообще никак окей поехали плюс ваша гипотеза то есть то что он сейчас сказал это полная хуйня за не объясняет почему дарксибири бандаю заебал он меня со своей хуйней умственно отстал и долбоеб какой-то до свидания а нет я его не забанил я удалил его сообщение надо забанить заблокировать пока короче чувак заебал ну 99 процентов привитых детей аутизм не развился упс оказывается что это плохая гипотеза возвращайтесь к вы в сектор номер два гмо вызывают рак и бесплодие и чтобы это скрыть корпорации вступили в сговор с учеными действительно не существует надежных исследований от не слышал не слышал ним он которые доказывали бы связь употребления гмо в пищу с вредоносным воздействием строить теорию заговора чтобы да просто чувак тупой но ребят но сколько можно просто его терпеть как бы неисправимый глупые человека и до свидания все объяснить этот факт затея плохая потому что у вас нет точного наблюдения того что учу но то есть но лидин тоже например тупой я бы его забанил у себя в чате он пытается защищать науку не понимая как она работает но для него наука это буквально все что присутствует это медицина там прежде всего это еще какая-то херня это вообще все короче то вообще все вообще все что из пользуется в технической естественных науках там естественно технические науки всякие вот они вот они все так работают тонны по всему миру не чувак не поумнеет он уже много недель эту хуйню всю несет понятно что чувак конченый короче я не собираюсь заниматься его образованием надоело короче с комментариями умственно отсталыми ничему не учатся ну то есть понимаете когда человек вот такой вот он даже не умеет свой дискурс как бы подстраивать перестраивать по дискурса оппонента или не оппонента но все до свидания тогда вообще не имеет смысл общаться и говорить вступили в сговор с корпорациями вот еще кое-что представьте вы пришли к экстрасенсу магу колдуну и он вам сказал про порчу злых духов родовой проклятие или что-то вроде у вас там сидит сущность виде гномика вот я сейчас это почистил уберу и так есть наблюдение ошибочка нет тут никакого наблюдения разве что какой-то шарлатан просто пытается вас одурачить и вот еще охуенно молодец наблюдение бывает разных типов во первых и по этой схеме давайте опять же колесо сансары крутанем наблюдение я не знаю я увидел призрака вопрос существует ли призраки ставим теорию да что нужно сделать сделать так чтобы там не знаю призрак как-то на нас повлиял сидим короче в комнате закрытой сидим в комнате закрытой какой-нибудь да вдруг там и не знаю лампочка засияла мы это трактуем как наличие призрака все гипотеза проверено наука наука работает добро пожаловать в мир науки вот как работает барабан науки это очень субъективная какая-то поверхностная хуйня который к научному методу не имеет никакого отношения ну просто слова из научного метода типа гипотеза эксперимент и все наблюдение там короче лидин не понимает как устроена наука замечательно круто сантизм заебись просто пролотан просто пытается вас одурачить и вот еще от нас скрывают истинную форму нашей планеты еще на шаре живете на плоскости что же отлично но ведь можно наблюдать огромное количество фотографий со спутников на фанаты плоской земли все это учитываю чувак но то есть опять же лидин гиперупрощает позицию оппонентов они говорят что нельзя что это все как бы фейки вы часовые видеотрансляции свидетельство космонавтов летчик да но они говорят что все это фейки и ученых по всему миру все это говорят что все это фейки говорит о шарообразной земле и что никто это не скрывает но лидин он был в космосе например по моему не был вам вопрос чувак который живет в маленьком домике в маленьком таком кубике где-нибудь и все и он просто верит верит ученым верит космонавтом и верит нас а его это устраивает как же это объяснить а очень просто все снимки сделаны за полвека и более подделки о нет вы выдвинули нефальсифицируемую гипотезу то есть если предположение принципиально неопровержимое она не научно и само по себе бесполезно какой бы результат противоречащий данной гипотезы мы не показали все можно объяснить подделкой не надо так не расстраивайте дедушку карла бля чувак ты не понимаешь как работает фальсифицируемость мы это уже выяснили ты уже огорчил дядюшку карла раймонда поппера потому что ты просто тупой как бы ты не разобрался в критерии поппера до конца да действительно но гипотеза вот это вот является нефальсифицируемый безусловно ну окей проблем нет с другой стороны почему истинная гипотеза должна быть фальсифицируемый непонятно тоже вот 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 что это за хуйня до карл поппер выдвинул критерий научности то есть научная теория и гипотеза они должны быть фальсифицируемыми окей но нефальсифицируемые гипотезы от этого не перестают претендовать на какую-то истинность может быть реально все скрывают от нас может быть какие-то мудаки какую-то хуйню делают ученые гадкие паршивые и так далее так далее так далее шада кстати какой формы земля не знаю никогда не видел не имею представления себе даже какой формы земля вообще без разницы не поверите или он выбьет из вас все дерьмо и в этом ему поможет вот этот парень со стильной причиной и его бритва но бритве оккома мы поговорим в другой раз это было лишь краткое описание того как примерно работает научный метод нет он так примерно не работает если бы он работал примерно так мы бы уже и астрологию доказали да вообще все бы доказали но тут критериев очень мало на самом деле конечно когда совершаются ошибки в рассуждениях неправильно формулируются гипотезы или плохо проверяются это еще не лженаука любой может ошибаться или что-то упустить но лженаукой все это становится тогда когда она не корректируется и обрастает некими учениями далекими от реальности или становится целым движением тогда это может даже представлять опасность но про опасность лженауки и о том какие формы реальность мы она обретает и подробнее о том как ее распознать не оказавшись в плену заблуждений я расскажу в других выпусках а пока под все очень плохо непосредственно лидин ну очень низкоуровневый персонаж то есть даже если он и как-то рассказывал об этом упрощенно но он просто ошибок кучу сделал он допустил несколько фундаментальных ошибок в трактовке научного метода и это плохо то есть панчин до такого например не спускался ну то есть панчин тоже довольно просто объяснял научный метод но плюс минус верно части конечно тоже но здесь прям вообще колоссальные ошибки и с этим по моему ну нельзя смириться это отвратительно подписывайтесь на канал вступайте в группу делитесь видео и конечно же использую силу по назначению дарованную тебе сегодня юный падаван запомните что завещал карл саган экстраординарное заявление требует экстраординарное доказать до саган идиот кстати поехали дальше искренне заявляю что карл саган идиот из-за которого слова скептицизм очень сильно пострадало презираю карла сагана всем своим сердцем ненавижу этого человека я надеюсь он попал в ад и он сгорит там мучается постоянно его бьют вилами наверное надеюсь шадов не игнори за сколько покрасишься в блондина не знаю